Доброе утро! Да, смотрите, нас вдохновила та история, что сейчас очень многие люди выкладывают посты со старыми фотографиями своей семьи. И как-то хотелось эти фотографии не то чтобы возродить, но дать им какую-то вторую жизнь, этому альбому, как-то его продолжить. И мы очень долго искали вот саму концепцию этого проекта, как сделать ремейк старых семейных фотографий. Искали пленочных фотографов, которые снимают на пленку. Большинство фотографов нам говорили, ой, да зачем вы это затеяли, да пленка, это такая возня, да можно спокойно снять на цифру, перевести в ЧБ, фильтром шарахнем будет во. Мы занудствовали и говорили, нет, нам нужна пленка, будем искать пленку. И тут вдруг мы открываем для себя фотоателье «Шипр», которое снимает на старинную фотокамеру. Таких фотоателье в России всего существует три. Это в Москве, в Санкт-Петербурге, и вот открылась у нас в Екатеринбурге. Там старинная камера-обскура, то есть такая коробка на трех ногах. И когда фотограф ныряет в эту коробку, изображение там перевернуто. И прямо шторочка так накрывается, как в мультиках. Туда вставляется листовая пластина, она одна единственная. Тебе говорят, как сейчас, знаете, замрите, сейчас оттуда вылетит птичка. Ты сидишь три минуты, не двигаешься, крышечка открывается, крышечка закрывается. Достается эта пластинка, бегом-бегом в черную, это этот ящик с красным освещением. Потом достается проявка закрепления, сушка, вуаля, кадр готов. То есть все по-настоящему, как когда-то сто лет назад. Да, и вот мы нашли эту машину времени, которая свяжет наш проект. Вот эти черно-белые снимки, которые мы сделаем, и мы хотим сделать ремейк. И вот она, эта точка, которая во время переломилась, это камера. И тут мы такие, вау, вот что надо делать. Так, 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 так. Полина, вы были первым, как это сказать, моделью-испытателем. Конечно, мы как все ученые. И у нас есть, вот я вижу на столе, результат этой работы. Давайте покажем зрителям. Во-первых, увидим, как это все происходит. Какая из этих фотографий старше? Да. Я расскажу, да, конечно. На этом кадре моя прабабушка. Эта фотография сделана в 1924 году. Здесь ей 25 лет. Как меня все спрашивают, суфражистка? Прабабка-то была. Да, она была суфражистка, знала лично Серафиму Дерябину, Голощокина, то есть в этих кругах общалась. И поэтому я понимаю, что, может быть, мой революционный характер – это отражение моей прабабушки во мне. Ну и здесь, ну, не копирование, попадание в этот образ максимальное. И на самом деле, по-моему, очень здорово. Но если с этой фотографией более-менее все понятно, то максимум вопросов у меня вызывают вот те два снимка. А здесь… Юль, да, вот подержи. А я должен догадаться, где здесь находится Полина, а где здесь кто? Не Полина. Тут две модели. Две Полины. Полина, а одна – это кто? Это Полина Плеханова в три года, это дочка Полины Плехановой, Милочка Куренева. Ей тоже три года. Я не отличу бы, если бы мне в руки попались эти две фотографии. Во-первых, очень похожие девочки, да. Но я еще хотела спросить про вот этот вот антураж, которым вы, да, дополняете фотографию. То есть платье ведь даже, ну, не один в один, но очень похожее. Ну, картики, фонарики. Вы знаете, кстати, не поверите, что было самое сложное в этом кадре – это найти бантик. Оказывается, сейчас не продается таких бантов вообще. Поэтому здесь кусок ткани, специально с окантовочкой я купила. Вот так. Бантиков сейчас таких не продается. Но вот в этом заключается наше мастерство. И я хочу здесь заметить, что суть нашего проекта – это не найти похожих людей в вашей семье. Мы хотим заснять отражение истории вот этой вот какой-то духовной связи между нами и нашими родными, между нами и нашими детьми. И вот этот проект, он открывает, грубо говоря, смысл жизни. То есть для чего мы живем? Мы живем для того, чтобы отразиться в наших детях. А как вообще устроен фотоаппарат, вообще как технология вся? То есть приходит человек, там условно у него есть какой-то семейный фотоархит небольшой, и он говорит «хочу». Хочу, например, да. Вот, например, к примеру, да, хочет человек переснять вот такой вот кадр. Это та же моя прабабушка, у которой тоже было, да, трое детей. Что мы делаем? Мы, конечно же, сначала начнем с того, что мы обсудим всю одежду, воротнички, как. Но это уже наша задача – найти все воротнички, все вот эти вот какие-то шляпки-балтики. Потом мы все собираемся в отелье, визажистый парикмахер, делают такие прически. И вот на этот старинный фотоаппарат, выпуска 56-го года, кстати, мы делаем снимки. Тут же, тут же мы их смотрим. Этот снимок уникален, он один. И, как правило, где-то со второго, с третьего дубля нам удается достичь вот этот вот поворот, глаз. Самое главное, конечно, это выражение лица. То есть когда мы снимаем, например, вот мы снимали меня, Дашу, мы смотрим, что в глазах у человека. Какая мысль, какая история, о чем он думал тогда. И вот этот проект, он как-то, знаете, мы сами не ожидали, настолько задел в нас какие-то глубинные эмоции. Мы открыли так много нового в самих себе. За корни подергали, получается. Да, и от этого, знаете, вот прямо скажу, колбасит. Надо отметить, что проект любой из нас сможет посмотреть, увидеть своими глазами, если вдруг не успеете поучаствовать. То в Ночь в музей, в 21 мая, в музейном клубе дома Агафуровых будет выставка. Да. И она, я так понимаю, будет длиться несколько дней, недель, что можно будет прийти, сравнить. Да, как обычный выставочный проект. И мы придумали такую историю, как мы узнаем, как человек, пришедший на выставку, узнает, где человек, который у нас современник, и где его прадед, допустим, или дед. Мы решили, что надо писать письмо этим предкам. Например, дорогая прабабушка, я тебя не помню. Ух ты. Знаете, как пост на Фейсбуке с аватаркой? Я тебя не помню. Или я помню тебя такой-то уже старенькой. И вот на этой фотографии я вижу тебя молодой. Я открыл для тебя себя заново. И я вижу, что мы, это отражение одной истории. Мы отражение одного рода, одного мифа какого-то, который творится на наших глазах. По-моему, это здорово. И вот когда мы придумали это письмо, то все стало на свои места. Друзья, я настоятельно вас призываю, если не появится возможности поучаствовать в этом проекте вместе с Полиной, то дома, самостоятельно, взяв в руки цифровую камеру, в любом случае попытаться присоединиться к этому, это, мне кажется, даже не фотопроект, к этому движению, к этому... Можно устроить флешмоб. Флешмобу, возврату к истокам, к этому тренду. Называйте, как хотите, но, по-моему, это прям потрясающе. Полина Плеханова была у нас в гостях. Автор фотопроекта «Отражение. Две фотографии одной истории». Спасибо вам большое, Полина. Эфир нашей программы продолжится гороскопом.